Канал предприниматель инфо Новое в электронных закупках с 1 апреля 2021 года С 1 апреля 2021 года заказчики вправе осуществлять закупки у единственного поставщика по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона 44 ФЗ в электронной форме Правило будет действовать для закупок на сумму до 3 миллионов рублей Друзья, не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал Вас ждет много интересных видео новостей из мира финансов, бухгалтерии, права, кадрового дела и изменений законодательства Минфин отвечает на вопросы по электронным закупкам у единственного поставщика Вопрос первый Кто вправе участвовать в закупке? Участвовать в закупке в праве организации и граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, которые прошли регистрацию в единой информационной системе в сфере закупок ЕИС Оператор вправе брать плату за участие в электронной закупке Предварительное предложение приравнивается к заявке Это значит, что участвовать в закупке в праве участники, срок регистрации в ЕИС которых больше трех месяцев Вопрос второй Где участники увидят извещение? Ответ Извещение о закупке, которое заказчик разместит в ЕИС, будет доступно на электронной площадке Вопрос третий Какой предельный размер цены контракта? Ответ Предельный максимальный размер цены контракта 3 миллиона рублей Минимальная цена закупки не ограничена При этом заказчики должны учитывать лимиты годовых объемов закупок по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 закона номер 44 ФЗ Вопрос четвертый Должен ли заказчик создать комиссию по закупкам? Ответ Ответ Заявки должен рассмотреть заказчик Комиссию по закупкам создавать не нужно Вопрос пятый Вправе ли заказчик проводить совместные закупки? Ответ Заказчики не вправе проводить совместные закупки товара у единственного поставщика в электронной форме Совместные закупки заказчики вправе провести только когда закупают конкурсом и аукционом Вопрос шестой Может ли участник сформировать несколько предварительных предложений? Ответ Участники вправе сформировать только одно предварительное предложение о поставке нескольких товаров В предложение участник вправе внести изменения Сформировать несколько предварительных предложений по закону нельзя Вопрос седьмой Может ли участник изменить, продлить или отозвать предложение? Ответ Срок действия предложения максимум 1 месяц Участник вправе продлить срок действия предложения или отозвать его в любой момент до того, как оператор направит заказчику заявку Чтобы продлить предложение, участник должен внести в него изменения в части срока действия Сделать это участник вправе в любой момент, пока не истечет срок действия предложения При этом измененное предварительное предложение не должно действовать больше месяца Также участник вправе продлить предложение меньше, чем на месяц Предложение с новыми сроками будет действовать для закупок, извещения о которых заказчик разместил после таких изменений Вопрос восьмой Как будет исчисляться месячный срок? Ответ Срок, который исчисляется месяцами, истекает в соответствующее число При определении окончания числа месяца нужно применять часовую зону участника, который разместил предварительное предложение Каждый участник должен получить месяц в полном объеме Вопрос девятый В правиле заказчик в одной заявке указать несколько товаров Ответ Заказчик обязан указать одно наименование товара с одной начальной ценой за единицу товара, одним сроком и местом поставки Вопрос десятый В правиле участник в одной заявке указать несколько товаров Ответ Участник в правиле указать в предварительном предложении разные товары Также в правиле указать для всех таких товаров или только одного несколько вариантов цены за единицу товара и срока поставки Это будет зависеть от места поставки и количества товаров для поставки в нем Отсутствие сроков поставки означает согласие участника закупки со сроком, который заказчик указал в извещении Вопрос одиннадцатый Каковы требования конфиденциальности предварительного предложения? Ответ В законе нет специальных требований конфиденциальности информации в составе предварительного предложения Этот вопрос Министерство финансов Российской Федерации рассмотрит дополнительно Вопрос двенадцатый Как оператор отбирает предварительное предложение? Ответ Оператор отбирает заявки, количество товаров которых отвечает требованиям заказчика При этом товар не должен быть заблокирован по ранее направленным заявкам То есть Оператор выберет предложение с достаточным и доступным количеством товара Часть товара оператор вправе заблокировать, если участник в предварительном предложении укажет максимальное количество Которое может поставить Вопрос тринадцатый Нужно ли подписывать заявку, усиленной электронной подписью? Ответ Участник должен подписать электронной подписью только предварительное предложение Заказчик – извещение и протокол подведения итогов При этом в законе нет требований подписывать заявку, которую оператор направляет заказчику Вопрос четырнадцатый Как заказчик присвоит порядковые номера заявкам? Ответ Заказчик присвоит порядковые номера предложениям, которые не отклонил Предложению с наименьшей ценой – первый номер Остальным – номера по мере возрастания предложенных цен Вопрос пятнадцатый Нужно ли применять условия допуска по приказу Минфина номер сто двадцать шесть Н? Ответ Заказчики применяют условия допуска по приказу Минфина номер сто двадцать шесть Н Только при конкурентных закупках Электронные закупки у единственного поставщика не относятся к конкурентным Вопрос шестнадцатый Как заключать контракт с победителем? Ответ По итогам электронного определения единственного поставщика заказчик должен заключить контракт с участником, чьей заявке присвоил первый номер Если заказчик получит несколько заявок, но извещению отвечает только одна, с таким участником и нужно заключать контракт Вопрос семнадцатый Как предварительное предложение попадает на площадку? Ответ Предварительное предложение попадет на электронную площадку через ЕИС Единую информационную систему в сфере закупок Закупки.гав.ру Но эта возможность заработает не раньше 1 октября 2021 года Операторы площадок обязаны сами наладить интеграцию в ЕИС Правило такого взаимодействия должно утвердить правительство России Вопрос восемнадцатый Нужно ли участнику вносить изменения в свое предложение, если поменялся каталог товаров, работы, услуг, КТРУ? Ответ Если в позицию КТРУ вносят изменения, заказчик обязан их учесть с определенной даты Такие же изменения нужно отразить в предварительных предложениях Письмо Минфина от 12 февраля 2021 года, а также приказ Минфина от 4 июня 2018 года вы можете бесплатно скачать под видео в описании Друзья, поддержите канал «Предприниматель.Инфо» Друзья, поддержите канал «Предприниматель.Инфо» Друзья, поддержите канал «Предприниматель.Инфо» Продолжение следует...